все запустилась привет ребят скажите как меня слышно я без микрофона спасибо за сердечки напишите пожалуйста ребят как меня слышно очень важно звук норм все отлично так и сразу же вопрос розалина собираюсь на ретрит такое ощущение что все самое худшее навалилось разом это проверки или чистки почему такое происходит ребят но вообще его могу хотите в это верьте хотите не верьте это уже ваше но каждый ретрит он другой каждый ретрит он более глубокий я же вскрываюсь я вскрываюсь я у меня становится более плотно меня становится более плотное тело мне обстановится более плотные мой мир и когда вы соприкасаетесь с моей не знаю как это назвать правильно энергетика еще что-то ваша начинает рушиться то есть если раньше это была перепрошивка просто чтобы перепрошиться то сейчас у вас не остается времени на перепрошивку вы идете на какое-то время вы идете на на моей энергетике набираете обороты свои и сейчас так и будет да это действительно так ребята которые собираются сейчас на ретрит на алтай у них идет расколбас вообще полные кого-то температура кого-то рвет мне ребята вот пишут в личку у кого-то там дома начинается просто вот-вот кавардак такой у кого-то с деньгами какие-то моменты еще что то то есть это идет вот такая вот точка невозврата у вас сейчас идет точка невозврата вы думаете что вы еще не зашли в состояние ретрита он уже начался я уже вижу людей кто будет на этом ретрите да ребят у нас еще есть три места если если хотите вы конечно же можете успеть у нас еще до до 1 августа пять дней недели практически это достаточно много поэтому если кто-то готов присоединяйтесь но тут опять же видите как если кто-то готов у вас 50 на 50 кто-то думает что я готов а по факту приезжает и там и там просто начинается сопли слезы и вот это вот поднятие себя с ничего это больно действительно кто-то думает что я там еще не готов но вроде как хочу посмотреть и что же это такое и человека просто выстреливает выстреливает в новую в новую реальность новую плотность и ребят это же не про не про какие-то мифические вещи да ведь очень много ходит такой не знаю таких байк наверное не знаю как это назвать правильным словом что когда ты пробуждаешься когда ты просветляешься и все у тебя становится зашибись все у тебя становится это это вы так хотите это вы так себя перепрошивать вы так себе думаете что так будет а по факту вы просто вас перестает существовать момент у вас перестают существовать инсайты вас больше нет инсайтов потому что вы есть все знания если для до вас еще доходят какие-то инсайты значит вы еще распаковываетесь это прекрасное время и на ретрите у вас будут распаковки у вас будут распаковки до того момента как пока вы не обретете себя как только вы себя обрели у вас больше не существует времени а каком временном контенте вы можете говорить если и вы вы и есть все это время вы есть время вы есть пространство вы есть момент не может быть вы не можете отследить момента его нет вы есть вы этот момент и в эти состояния я вас буду погружать вы не вернетесь если раньше говорила что вы вернетесь другим человеком да куда вы вернетесь то сейчас я могу и сейчас я понимаю то есть у меня это тоже открывается это все вместе с вами сейчас я понимаю что вы никуда не вернетесь никуда вас уже не будет вы растворитесь полностью вот тот кто едет на витрит он полностью растворится больше его не будет будет все другое все другое из пустоты из ничего хотите эти состояния хотите туда идти приезжайте хотите отложить еще на чуть-чуть время хотите еще себе сказать что то ой вот я туда не поеду потому что вот у меня был знак вот я туда не по не пойду потому что у меня было вот это вот сколько вы себя будете еще обманывать вы уже все равно не можете быть вчерашним вы уже не у вас уже не идет это состояние что я еще могу немножко подождать вы себя мучаете для чего но перейдите вы в новую вот эту точку невозврата но уйдите туда зачем вы себя оправдывать и что у вас что чего-то нет зачем вы себя оправдывать и что это был знак чтобы это не делать неважно это даже не ретрита касается это абсолютно всего касается на то что есть вашей жизни и когда мне сейчас говорят что ну вот у меня вот это вот не получается или вот это вот я не делаю потому что вот этого у меня нет значит это знак чтобы это не делать блин ребят ну как ну вот например если я бегаю каждый день да но я могу не бегать если я куда-то уехала там просто например нет нет какой-то там уехала на день на два но я же не побегу потому что начался дождь меня же нет такого ну дождь а чтоб дождь не бегают но там еще что-то вы себе насколько вы себе придумываете вы себе придумываете привычки которых не существует вы себе придумываете оправдание эти оправдания вы камуфлируете в привычки вы даже не понимаете что вы делаете то есть смотрите как давайте вам сейчас попробую рассказать очень любим да такое что 21 день вырабатывается привычка я сейчас начну вырабатывать новую привычку привычка это что привычка это очередной уровень вашей неосознанности когда вы понимаете умом не собой а только лишь умом понимаете что для вас это нужно принесет какую-то пользу вашему телу не знаю там вашим близким вашей профессии там еще что-то и вы начинаете вырабатывать эту привычку чтобы для чтобы для вас это было просто что-то делать потому что эта привычка поможет для того-то либо для того-то это бред собачий ни одна привычка вам никуда не поможет потому что вы не понимаете что вы делаете вы искусственное накладываете на искусственное и пошли как только вы понимаете что это нужно для вас это истина нужно для вас то вам не нужна будет эта привычка это становится моментально вашим образом жизни не нужно вырабатывать привычку каждый день вставать там в пять шесть утра если для вас это нужно то это будет не привычка это будет ваш образ жизни вы наверное все замечали такие моменты что когда очень нужно тебе по каким-либо причинам это может быть страх это может быть желание это может быть еще что-то но если ты внутри очень чувствуешь что тебе нужно например там встать в такое-то время вы себе заводите будильник и в 90 процентах случаях вы встаете на минуту на две на пять минут раньше этого будильника ваше тело всегда вам дает отдачу ваше тело всегда вам дает отдачу отдачу того что есть для вас тело всегда показатель это индикатор ваш и если для вас это нужно то тело вам всегда даст вставать рано там еще что-то не нужно это вводить привычку это образ жизни если вы понимаете что это вам нужно не нужно себя заставлять бегать каждое утро если вы понимаете что вам дает что вашему индикатору что вашему аватару дает этот бег и вы с огромным удовольствием каждый раз в пять утра в шесть утра без разницы там в девять вечера вы идете и бегаете потому что это для вас это не для кого-то это не для чего-то это не для привычки чтобы сделать чтобы привычку выработать чтобы она дала вот это что кто дала вот это чтобы и все и ушли ушли куда-то непонятно куда и все время в страданиях так и находитесь а если это становится вашим образом жизни то вы сразу же это делаете потому что это образ жизни это жизнь которую вы живете живете каждый раз сейчас и сейчас и сейчас и снова сейчас и когда вы ее живете это уже становится просто вы бег это вы подъем в пять утра это вы это не привычка нашему телу я уже говорила что ему оно создано в движении но создано для движения посмотрите люди которые лежачи как бы как быстро у них появляются пролежни не знаю может быть вы не видели мне пришлось с двумя лежачими людьми находиться какое-то время ухаживать за ними это моментально пролежни моментально потому что тело не рассчитано на это оно рассчитано на постоянное движение и когда вы выходите на естественный образ жизни не закономерный когда нужно обязательно что-нибудь поесть что-нибудь попить что-нибудь еще а когда вы чувствуете что но сейчас я вот это оставим еду оставим пусть она будет но это будет не завтрак обед и ужин компоты торт на десерт да а что-то для того чтобы это было для тела не буду сейчас говорить о рационе просто для тела если вы идете на теле для своего тела то вас моментально все срабатывает что вам нужно вам не нужен будет вот этот вот отдых пяти шести часовой два часа за глаза и за уши и вы встаете бодрячком никто не говорит сейчас про убирание сна пусть он остается на какое-то время он у вас останется его не будет тогда когда вам не нужен не нужно будет когда вы будете вы понимаете что можно и с ним то он у вас будет но это будет часа два сорок минут это будет для вашего тела это будет не для вашего ума что так нужно что я не могу а для вас и это уже непривычка это опять же образ жизни это вы образ жизни образ это ваш образ а вы есть жизнь что такой образ жизни это вы образ вот это вы это тело жизни жизнь это вы все другого не может быть и если вы идете вот так то вы начинаете жизнь, свою жизнь. Пока вы не начинаете свою жизнь, вы всегда смотрите на кого-то, всегда ищете в ком-то, куда вы можете стремиться, думая, что вы будете немножечко вот как он, а вам, может быть, этого вообще не нужно. Когда вы приезжаете ко мне на ретрит, вы абсолютно разные, вы настолько разные, вы настолько крутые, вы настолько мощные и глобальные, что когда вы начинаете вскрываться, когда вас начинают поворачивать к себе, когда вы понимаете, что нужно для меня, для себя, для себя единственного, тогда у вас такой космос открывается, тогда вам не нужны привычки, вам не нужны какие-то дополнительные практики, вам нужен будет только вы сам, и вы будете делать то, что вам интересно в данный момент. Любой отклик, он будет в моменте, который вы будете тут же раз и выполнил, раз и сделал, потому что это ваше. Так, давайте порочитаю вопросики. Светланочка, приветствую, привет всем, добрый вечер. Меня тоже вчера рвало, да, 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 это сейчас так и будет. Терпеть. Так, доброе утро. Ух ты, у кого-то утро, здорово. Привет с Камчатки. Светлана, благодарю за твою открытость, за информацию. И я вас с огромным благом. Награждаю. Да. Завожу будильник, стою сама примерно за минуту до звонка, хоть в пять часов, хоть в три утра. Да. Застой – это смерть. Светлана, благодарю тебя за простоту объяснения процессов. Благодарю. Вуся, Света, спасибо за... Ой, ребят, столько сегодня благодарностей, прям очень-очень приятно. Спасибо огромное. Поэтому, ребят, не откладывайте на потом. Нет потом. Потома не существует. Вот если вы хотите, если вы чувствуете, что вам нужен какой-то момент еще себя прогвинуть, еще себя раскрутить, еще прийти к себе, еще в одно зеркало посмотреться, идите туда. Не важно, что это будет. Это будут какие-то мои марафоны, это будут какие-то живые встречи. Кстати, живая встреча еще в Сочи будет на днях. Возможно, в субботу, воскресенье. Безоплатная. Я дам тоже рекламу. Скажу, где она будет. Сейчас ребята смотрят по залу. Вот. И потом еще будет еще одна встреча. Там уже будет в другом пространстве. Но там уже будет с арендой, потому что там уже за аренду. Вот. Ретриты, марафоны, консультации. У кого-то другого. Где-то какие-то книжки. Где-то еще что-то. Если вам это нужно на данный момент, берите. Но это берите, не его берите, а с него считывайте. Своё берите. Берите того, кто может вас развернуть к себе. Не вложить своё. Вот делайте то-то, делайте то-то. Не делайте ничего. Просто поворачиваемся к себе и открываем. Я это делаю, чтобы что? Я не понимаю, что мне это нужно. Почему мне так удобно? Я вот так вот туда не пошла. Я вот это вот не осознала. Не осознаю, не понимаю. Где у меня затык-то? Почему я туда боюсь вырваться? Я боюсь-то. Ни какие-то ни кармические отношения, ни сила рода, ни какая там нет. Это бред собачий. Всё в вас. Вы себя закупориваете. Это всё моментально открывается. Просто идите. И всё. Мечта открыть себе космос, а получается открыть только кастрюлю с макаронами. Игрок, приезжай на ретрит. Откроем в тебе космос. Ты есть космос. Вы, ребята, тоже такие молодцы. Я хочу открыть в себе. Он у вас открыт. А то, что вы не можете увидеть, это уже ваше. Вы и есть космос. Каждый из вас. Это просто вся Вселенная. Почему не можете открыть? Просто вопросы. Просто вы не находите нужные вопросы. Приезжайте, я найду. Я найду любой вопрос с любым. Спасибо, Ида. Давайте, ребятки, ещё вопросы. Поэтому не откладывайте. Вот то, что касаемо вас, не откладывайте. Мы очень часто любим, например, особенно если живём в семьях, мы привыкли жить для кого-то. Но это мы привыкли так делать. От этого никуда не деться. Нас так учили. И мы можем потратить достаточно крупную сумму, взять, например, машину в ипотеку или кредит на отпуск. А на себя мы не можем. И это страшно. Это страшно, потому что мы не можем на себя, потому что для нас это где-то стыдно, где-то неуместно. Вроде как, ну машина же для всей семьи. Но отдохнём же мы всей семьёй. А тут я одна. Это не так работает. Вы посмотрите, даже в самолётах эти маски, которые вываливаются. Первым делом, кто маску берёт? Родитель, мама, потом даётся эта маска, даётся ребёнку. Потому что если ребёнок выживет, а мама нет, то на сколько он ещё выживет? А если мама выживет, то у ребёнка будет больше шансов. И здесь точно так же. Ваша семья-то будет счастлива, насколько она счастлива будет в кредитах, насколько она счастлива будет, когда вы думаете, что вы делаете что-то для семьи. А если вы себя распакуете, сможете вы прийти тогда, к другим отношениям, взаимоотношениям в семье, абсолютно всё будет по-другому. К себе идите. Всегда в первую очередь к себе. Семья — это вы. Если вы начинаете что-то делать, ещё и влазить в какую-либо кабалу, которая к вам не относится, у нас будет, ребят, марафон, денежный марафон, и там мы про всё поговорим. Все вот эти вот страхи, все вот эти вот загоны, которые у меня нет денег, у меня не получается, у меня ещё что-то. Не потому, что вы что-то делаете не то, потому что вы не тот. Вы себя не увидели. Вы ценность себя не увидели. Ценность к чему будет прилипать-то? Ценность к ценности идёт. А если вы себя не цените, вы цените вон там, вон там работа, вот она хорошая, я её ценю, я туда пошёл. Она-то к тебе не идёт. А когда ты себя ценишь, когда ты понимаешь, что ты уникальный-то, не в каком-то деле, не в каком-то творчестве, а внутри, когда у тебя вот это вот вскрывается, тогда ценность себя начинает накрываться ценностью твоего мира. И это уже вообще про другое. Света, возможно ли наладить разрушенные отношения? Ну смотрите, разрушенные отношения, смотря что вы считаете разрушенными отношениями. Не бывает разрушенных или неразрушенных отношений. Это же ваше отношение к данному процессу. Вам больно. Вам больно не потому, что процесс закончен, а вам больно потому, что вы вспоминаете, как было там хорошо и пытаетесь вот это там перетащить на здесь, а здесь этого уже нет. Сюда не перетаскивается, это хорошо. И вы начинаете быть в горести. Вы горюете от того, что у вас уже этого нет. Вроде бы и декорации все те же, и люди все те же. А вот это вот состояние, которое было там, вы его поймать не можете. И вы пытаетесь собрать прошлое в настоящем. А вам оно действительно нужно? Или вы готовы извлечь те моменты, которые вы прожили, и их положить как фундамент в настоящем моменте? Что для вас будет приоритетней? Правда ли, что во время секса мужчина забирает жизненную силу женщины? Нет. Ну, может быть, вот эти вот терки едоков, да, вечно жующих, пьющих, курящих людей, может быть, и да, они там друг друга что-то от этого забирают. А если мы говорим уже другие процессы, когда у людей идут, то там уже про другое. Там уже идет единение, когда ты цельный, когда мужчина цельный, когда вот это вот идет соединение, тогда в женщине запускается мужская энергия, она может быть и мужчиной, и женщиной, мужчина может быть и мужчиной, и женщиной. Не поймите меня неправильно, не поймите, что я там что-то другое, это я говорю про энергии. И вот эта вот целостность, она удваит вот цена целостности. И там абсолютно другие процессы. Это уже не вот это вот просто какое-то там терки вот эти вот. Это про другое. Так, правда ли, что какие-либо ставки в спорте мешают духовному развитию? Ставки в спорте, а какие могут быть ставки? Как вы можете ставить на что-то? Если вы уже поделили, это хорошо, это плохо. Этот сильнее, этот слабее, этот быстрее, этот дольше. О каком вы развитии говорите? У вас уже все поделено. Вы еще не развиваетесь. Вы еще пока стоите в дележке, где хорошо, где плохо. Вот у вас развитие такое же. Это вот хорошее развитие, это плохое. Этот хорошо сказал, а этот плохо. Этот матерится, этот весь благостный. Этот там красится, а это вот такая вся естественная. Там, ну, еще много-много всего. У вас шаблонная духовность. Пожалуйста, Юлечка. Уходите от шаблонов, их не существует, есть только вы. И внутри вас все ответы. Нет, нет ничего хорошего или плохого. Вообще ничего не существует, ребят. Есть только пространство пустоты. А чем вы его наполняете? Это вы его наполняете. Но это не значит, что оно будет наполнено. Оно будет наполнено для вас на определенном этапе, пока вам еще это нужно будет. А потом, зачем его наполнять? Чтобы что? Ребятки, задавайте вопросы. Если вопросов нет, то завтра. Когда мы договорились? Мы завтра. Мы завтра сделаем эфир еще. Еще раз сделаем в закрытом клубе. эфир. У нас будет вторая часть про сущности. Очень много вопросов. Мы там поговорим про это. Про деньги, марафон, когда? Когда наберется нужное количество человек в чате, когда администратор увидит, что там достаточное количество человек, я не знаю, сколько оно будет, 200, 300, тогда мы выставляем стоимость, и как только наберется от 100 человек, оплаченных, мы стартуем. Не важно, когда это будет. Это может случиться через неделю, может через месяц. Но оно будет так. Это будет именно до набора людей. я не понимаю, как это плохого не существует. Ну как? Вот вы тот самый элементарный пример, да? Вот смерть близкого. для нашего социума мы так привыкли, нас так воспитали. Это плохо, это похороны, это слезы, это еще что-то. А в другой субкультуре это хорошо, это человек избавился от чего-то, там праздник, веселье, пляски. Одна и та же ситуация, разный подход. И как у вас может быть плохо или хорошо? А если свалился с десятого этажа, ну что? Свалился с десятого этажа. Это твой опыт. Это не только, смотрите, ребята, это же не только ваш опыт. Это опыт того, кто свалился. Это опыт того, кто увидел. Это опыт того, кто каким-либо образом соприкасался с этим моментом. Через что вы еще будете развиваться? Через что? Каждый дает опыт друг другу. Я вам даю свой опыт, вы мне даете свой. И все, кто есть в вашем мире, дают опыт. Как вы можете сказать, что это плохо или хорошо? Вы уже поделились, что есть боль, а есть радость. Свалился, упал, умер, еще что-то. Это все для вас в состоянии минуса. Но и у вас есть состояние плюса. Пока у вас будет эта дележка, вы-то где? Вы будете всегда вот здесь вот. Вас будет мотать ваша жизнь. Вы не сможете себя увидеть-то? Как вы себя увидите? Вы постоянно по этим качелям сюда побежали, вот. И чтобы не свалиться, вы начинаете бегать. Вы не видите жизни-то. У вас все на хорошо или плохо. сейчас уже можно оплачивать его? Я не знаю. Ребят, это по-моему вот в самом марафоне там еще не выставили счет. Ребят, еще очень важно. У нас с вами канал набирается, канал набирается, чаты у нас с вами становятся такими уже достаточно большими, объемными. И очень много мошенников. Мошенники вам пишут в личку, предлагают скидки, еще что-то оплатить. Это не мы. У меня по, у меня есть только, вы можете зайти в чат, например, школа автономии, и там будет сразу же владелец, кто этого чата, администратор. Там есть владелец и администратор. Меня вы знаете. Они вам, только с ними можно. Если готовы ждать, то могут оплатить и сейчас. Да, вот мне администратор пишет, если готовы ждать, то можете оплатить и сейчас. Стоимость я не знаю, ребят, напишите в личку, не знаю стоимость. Правда, не помню. Вот. Поэтому будьте внимательны, уже мне ребята скидывали скрины, еще что-то скидывали. Ставят нашу плашку в школу автономии и начинают вас обзванивать, ну не обзванивать, а писать вам и предлагать там скидки, чтобы вы оплатили еще что-то. Мы не предлагаем платить, мы всегда в общий чат выставляем. Если что-то, то вы можете обратиться уже к администратору там лично. Там все есть, кто администратор. У меня всегда есть только два администратора. И к ним в личку можно обратиться. Это Андрей и Андрей. Никак не могу понять, почему разрушаю все вокруг себя, отношения. А почему ты взяла, что ты разрушаешь? Почему разрушаешь? А почему не очищаешь? Почему не вычищаешь пространство для себя? Почему ты идешь в разрушение? Почему тебе так хочется это видеть? По-другому тебе неудобно? Почему ты себя журишь? Где у тебя жертвенность скрыта? Здравия, Светлана, благодарю за эфир, люблю вас. Благодарю, Виктор. Как выйти из этих качелей? Захотеть? Но захотеть нет, осознать. Зачем захотеть-то? Как вы можете? Вы хотите уже? Если вы спросили, вы уже хотите. Нет этого понимания. Это можно же, конечно, выйти, но я же вас сейчас на эфире не смогу вывести. Уже не можем весь эфир, только вам посвятить. Почему блокируются эмоции? Какие эмоции блокируются? Эмоции вообще, ребята, эмоции? Зачем они нужны? Чувствование, ощущение через чувствование. Вот это глубина. В личку какому Андрею? Ребят, я не помню сейчас ник, но вы в телеграме, в любом чате телеграм. Сейчас я даже посмотрю. Вот берем, например, чат школы автономии. Я открываю. участники. Участники. там есть админ Андрей Ефимов, но это не просто, то есть кто-то может себя назвать Андреем Ефимовым, понимаете? Это не значит, что он будет администратором. Здесь на него нажимаете и видите его ник, и туда идете. Здесь другой себе не может поставить админ, то есть админ он админ я и владелец второй еще один Андрей и вот любому Андрею пишите и он отвечает на вопрос если сомневаетесь пишите владельцу школа автономии самый большой чат у нас пишите прям туда владельцу там по-моему а участники скрытые вы увидите только владельцев и админов админов и владельца вернее вот поэтому у вас даже все в каждом чате вот здесь вот написано админ админ кто владелец поэтому ребят никаких проблем не должно возникнуть никогда не думала с этой стороны ребят поэтому я и говорю что вы не можете прийти к себе не потому что вы глупые а потому что вы не видите себя со спины ну так грубо говоря а я вижу вас я то со стороны на вас смотрю от меня вы ничего не скроете никогда я поэтому я же не потому что я хочу порисоваться мне этого не надо я вам просто говорю что я могу вскрыть любого абсолютно любого человека просто потому что я вижу ну есть во мне это пользуйтесь мной вскрывайтесь с огромной благостью я это делаю для вас мошенники что делают в вашем пространстве вот есть же плохое да почему они же вас учат почему плохое то ну они ну значит им нужно вы им позволяете это сделать это взаимообмен тоже просто будьте внимательны это ну я я должна это сказать потому что я же это же все равно мои чаты и мне хочется чтобы если уж вы захотели оплатить мои марафоны мне чтобы это все-таки до меня дошло но бывает и по-другому это не хорошо и не плохо это тоже определенные моменты здесь вас обманули для того чтобы в дальнейшем кто-то по-другому более жестко не обманул вот все всего лишь опыт давайте вам кое-что покажу да да смотрите у меня какие чебуречки маленькие трое таких разных благодарю делаю все чем хуже тем лучше для себя же тем вред быть собой ой как я боюсь скрываться даже не могу объяснить почему конечно боитесь потому что ну блин как почему я боюсь скрываться а как вы будете жить с новым человеком вот вы столько времени знали одного человека вы его уже холите не едете а тут раз оказывается другой еще и умный еще и красивый еще и с другими возможностями способностями вообще как вы с этим человеком будете жить да милота такая у нас творение познает творца или творец познает творение ох ребят ну эти вопросы вы эти вопросы задаете чтобы что курица или яйцо да это это же это увод от себя вот смотрите очень многие почему-то не задают вопрос а кто раньше появился женщина или мужчина женщина же рождается или мужчина но мы этот вопрос убираем в сторону почему потому что нам несколько сот летий далее несколько теорий теория бога теория взрыва земли теория воды теория обезьяны и еще чего-то и каждый выбрал какую-то теорию он может ни с одной не согласиться но он не идет туда рассматривать кто первый потому как он знает что есть где-то начало с которым он не согласился понимаете как мозг устроен но нам выдвинули вот этот шарик курица или яйцо познание или творец а это не суть вас это уход от вас пока вы разбираетесь кто опуская некоторые вещи даже не понимая что вы их упустили вы теряете себя ну ты такая над темой тоже очень можно долго разговаривать ребятки если нет вопросов то присоединяйтесь к марафонам присоединяйтесь к ретриту ретриты специально еще сделали кто не успевает на Алтай и в Сочи и в Москве их уже можно бронировать места чтобы я понимала будет или нет потому что если будет мало мало людей я откажусь то есть мне смысла не будет ехать у меня там не не ради того чтобы поколесить да где-то на живые встречи присоединяйтесь конечно же общаюсь с девушкой два года онлайн очень жду встречи с ней можно как-то еще больше укрепить отношения сделать сильнее чувства на расстоянии пока еще не увиделись очень дорожу ей ну ты все для этого делаешь зачем тебе еще какой-то искусственный виток туда вносить естественно естественно не надо никого ты же хочешь на него произвести впечатление а произвести впечатление почему хочешь потому что чувствуешь что у тебя есть свободное пространство которое ты хочешь заполнить ей пока у тебя есть пустое пространство которое ты хочешь заполнить ей ей с тобой будет не очень интересно осознанно либо неосознанно и у нее такая же ситуация Если у тебя сейчас есть шанс восполниться, стать цельным, и тогда ты идёшь на отдачу, тогда ты не у неё берёшь, а идёшь на отдачу, на раскрытую, тогда ты ей отдаёшь. Тебе не нужно уже будет перед ней как-то выпендриваться, что-то привносить, что-то делать так, чтобы её зацепить. Ты будешь жить, как ты живёшь, в твоей привычной жизни, и от этой лёгкости будет легко всем вокруг. Поэтому опять же к себе, ребят. Уже устала жить с чувством пустоты и ненужности своих действий, и некий запрет на проявление себя, ответственности за свои действия. Делара, ну что я тебе могу сказать? Можно разобраться же, почему, что за усталость, откуда она у тебя взялась-то. Нет у нас усталости, наше тело даже не может чувствовать усталости, ребят, по большому счёту. Ему нужно на отдых, прям вообще чуть-чуть, на перепрошивку, переформатирование. Да, приезжай, Делара, на ретрит. Всё, ребят, заканчиваю я эфир тогда. Всех благодарю. Всем огромное-огромное спасибо за вопросы. С вами мы увидимся в четверг. А потом я уже буду смотреть, как там будет интернет на Алтае. Ну и, конечно же, клубовцы мои. Как обычно, у них будут каждый день ежедневные прямые эфиры по часу. Это будет их эксклюзив. На каждом ретрите у меня всегда для моих чатовцев, для моего клуба есть такой эксклюзив, который тоже в записи. Всё, всех-всех обняла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok